20 место пшебек gravity moto trials начну по традиции с культовой игры и даже немного ностальгично лично для меня ибо проходил я ее еще в школьные годы представляет она собой усовершенствованные gravity the fight с улучшенной графикой управлением физикой и прочим но со все той же главной задачей пройти уровень причем чем дальше тем естественно сложнее добавляются гравитационные ловушки рельефные туннели и прочее лично я прошел игру за пару дней и хотел еще настолько мне понравилось так что рекомендую время убивает на ура девятнадца место кроссе рот ну и коль затронули мою ностальгию только говорится все новое это хорошо забытое старые ведь в некое подобие этой игры я имел возможность залипать еще до этих всех смартфонов и даже пк начале нулевых у нас были вот такие тетрисы с кучей игр где точно также нужно было перемещаться точкой по экрану да так чтобы не попасть под движущиеся плиты здесь в принципе суть та же разве что обновили дизайн играем и теперь не за точку а за разных животных и игрушек а в роли движущихся плит машины на дороге и поезда на рельсах 18 место the school white day учитывая какие темные без расизма дни сейчас проходят в америке и тенденцию переименовывать все что не так звучит выглядит или не знаю вообще существует возможно эта игра также подвергнется некому редизайну а вернее ее название ведь сама эта игра выполнена в стилистике азиатского хоррора где группу студентов закрыли в таинственной школе где есть и злобная уборщица и разные призраки и чего там только нет ну разве что оружие ведь эта школа так что нам придется лишь бегать и принимать правильные решения которые приведут к одной из семи возможных концовок к тому же игра полностью переведена на русский является ремейком оригинала на пк 2001 года выпуска но есть и минус она платная правда ссылки для бесплатного ознакомительного скачивания всех платных игр из этого топа я оставлю в закрепленном комментарии 17 место лазерс а это еще одна игра в которую я задротил несколько лет назад пока сложность меня не одолела и я ее не забросил ведь это головоломка где нужно правильно расставлять кубы для попадания лазера во все точки бывают преграды нескольких типов как-то отбивающий луч искажающие разделяющие или просто поглощающие и чем выше уровень тем естественно сложнее при том даже несмотря на то что я люблю головоломки пройти все я не смог ибо не хватило мотивации тут ты просто проходишь уровень после чего открывается новый но для фанатов пора кинуть мозгами самое то учитывая к тому что она еще и совершенно без рекламы 16 место desert skies игра нас переносит во времена альтернативного дикого запада где во время золотой лихорадки на рудниках освободили страшных чудовищ пожирающих все живое отчего из пустыни побежали все жители побросав дома продовольство и прочее взяв с собой только самое необходимое но появляется храбрец которому уже нечего терять ведь не осталось никого и он решил отомстить всем этим тварям для этого придется перемещаться по пустыне на летающем плоту собирая ресурсы оставленные людьми как для того чтобы самому выжить так и для того чтобы скрафтить оружие или прокачать свой воздушный плот который здесь и служит некой крепостью 15 место hot lava floor думаю все знают такую детскую забаву пол это лава когда нужно прыгать на разные элементы окружения или других людей главное чтобы не стоять на полу и эта идея переросла в отдельную игру причем подобные игры появлялись и ранее некоторые даже используя дополненную реальность но эта игра сконцентрировалась на паркуре что и делает ее вдвойне интересней ведь игр с элементами паркура и на пока-то не шибко много а годных на смартфоны и того меньше тут же действительно можно покайфовать прыгая с платформы на платформу собирая деньги для прокачки конечно нет каких-то трюков что явно минус но и без этого игра может увлечь 14 место fury road survival по сути нечто подобное получилось если бы перенести мэтт макса в 2d огромная пустынная карта с обломками некогда великой цивилизации который занесло песчаными дюнами и сотни различных бандитов поселившихся там которые такие жаждут крови а также бензина для своих тарантаек обвешанных как шипами так и разнообразным оружием которые они будут применять против нас а мы же в свою очередь можем или даже должны дать им отпор открывая и прокачивая новые тачки гоняясь за врагами и при этом приятной воксельной графике 13 место сей батл 2 ну или проще говоря москвой бой честно говоря довольно популярная и старенькая игра но от этого не менее увлекательная я чисто решил скачать дабы сыграть в кооперативе который тут доступен как в bluetooth так и по интернету и залип ведь помимо стандартного режима есть еще и расширенный самолетами минами подлодкой и прочим так что для игры с друзьями и не только отличный вариант есть конечно еще режим как соло против андроида так и по сети но последний к сожалению не играбельный из-за огромного количества непропускаемой рекламы после каждого боя а так вырубаете интернет и можно залипать 12 место backstop hd играют немало известных геймлофт но который по какой-то причине нет плей маркете хотя игра весьма годная чем-то даже смахивает на ассасин крит black flag есть возможность свободного перемещения какого-никакого паркура по крышам и даже весьма интригующий сюжет где главного героя коварно подставляют и отправляют в тюрьму но как это часто бывает справедливость должна восторжествовать ведь это все-таки игра а не реальный мир и наш генри решает сбежать дабы найти предателя и отомстить кстати если хотите побольше игр которых нет в официальном магазине советую посмотреть мой топ с такими играми ссылка есть в описании одиннадцатое место тофу оу суши 2 пару топом назад я советовал симулятор повара где нужно было вначале нарезать еду учитывая предпочтение посетителя затем сварить или пожарить а затем приправить и подать но особенность заключается в том что все действия мы делаем самостоятельно как собственно и в этой игре правда готовить теперь нужно не самую разнообразную еду а лишь суши где сначала нужно поймать рыбу затем разрезать а затем и собрать приправить и подать причем приправой может быть все что угодно от красной игры и до вашей фотографии ну а если на вертикальном экране играть будет неудобно можете попробовать и первую часть там все горизонтально ну и половина топа позади так что самое время если нравится поставить лайк и подписаться на канал 10 место house дизайнер flix and flip несмотря на то что название отсылает к приложению по дизайну это самый настоящий симулятор где суть состоит как и в большинстве подобных игр в покупке старого и никому не нужного дома по дешевой цене после чего приведения его в удобоваримый вид и дальнейшей при продаже с выгодой для себя так что если вы увлекаетесь симуляторами дизайном интерьера ландшафта и прочего то игра подойдет просто идеально но даже если вы просто хотите развлечься то также не проблема девятое место grayland стилистика данной игры напоминает довольно известный платформер limbo с такой же мрачные гнетущей атмосферой но играть нам предстоит не за мальчика за птичку который вынуждена выживать в мире людей да и к тому же посреди военных действий притом пернатый не единственный играбельный персонаж есть еще и пришелец но задача все та же выжить попутно сражаясь с боссами проходя уровни и наблюдая за трогательным сюжетом где люди показаны сотнюдь не идеальной стороны восьмое место portal nights клонов майнкрафта огромное множество но только единицы могут похвастаться чем-то уникальным и интересным так игра базируется на механиках порталов и островов каждый из которых уникальной стилистики где можно как сражаться с врагами прокачивая себя и свое оружие так и строить дом или добывать ресурсы но в немного менее пиксельной графики нежели майнкрафт что понравится долгоиграющим майнерам к тому же здесь и сложные боссы с которыми можно сражаться в кооперативе есть поддержка геймпада что меня порадовало творческий режим и интересный сюжет 7 место delivery z доставка еды в последнее время пользуется небывалым спросом а все из-за к вирусом так если этот вирус не помешал доставить еду сейчас то почему это должен сделать зомби апокалипсис который в игре и наступил люди конечно сражаются зомби но перерыв на обед никто не отменял правда так как численность населения падает то и работы у курьеров становится меньше а посему даже конкурирующие доставщики представляют угрозу хотя они и без апокалипсиса представляли угрозу но здесь мы можем стать еще и не той для зомби 6 место равен сорт shadowland rpg игра в стилистике the lord scrolls классики rpg на пк здесь имеются плюсы и такая же графика что на смартфонах смотрится окей огромный открытый мир который можно исследовать как на своих двоих так и верхом на лошади имеется куча разнообразных квестов врагов даже доисторических сотни предметов с оружием есть элементы стелса с кражей и прочее казалось бы идеальная игра но нет во первых нет русского языка хотя его можно найти в интернете самостоятельно и второе игра стоит 400 деревянных но у некоторых может не запуститься или играться с низким fps так что ссылку на ознакомительное скачивание ищите под видео 5 место года файт вообще игра онлайн о войну она настолько меня увлекла что я просто не могу про нее не рассказать тем более что у нее есть оффлайн режим который конечно служит для тренировок но все же хоть и с натяжкой но к формату топа подходит суть в том что это великолепный файтинг с рисованной графикой как будто бы чернилами и в азиатской стилистике с большим выбором персонажей и удобным сенсорным управлением где даже я привыкший играть на геймпаде получил удовольствие и от сенсора но все же да для полного набора эмоций нужно играть в онлайне с другими игроками четвертое место майнкел ну а если же вы все таки ищите игру под геймпад то во первых могу посоветовать соответствующие топы на канале а во вторых эту игру где действие происходит в недалеком будущем когда нашего героя хотели использовать в роли испытательной крысы для экспериментов но он с этим явно мириться не собирается и решает выбраться на свободу попутно изначитажая толпы охранников и киборгов а также пытаясь вспомнить свое прошлое и понять кто друг а кто враг сюжет сделан действительно неплохо особенно как для мобильной игры но увы коротковат третье место сплэш каньонс прошлом топе для смартфонов я делал небольшой опрос в комментариях касаемо многочасовых игр и простых время убивалок и по итогу одним нравится одно другим другое что в принципе логично поэтому то в этом топе я и старался соблюдать равновесие и эта игра как раз из-за разряда незамысловатых все что нужно делать это в правильной очередности открывать заслоны дабы наполнить требуемый резервуар жидкостью второе место антарктика 88 а это уже представитель более масштабных проектов к тому же который вышел относительно недавно и сейчас активно допиливается вместе с комьюнити хотя и так уже игра представляет законченный проект жаре survival хоррора с интересной историей у которой несколько концовок зависящих от действий игрока несколько видов вооружения и монстров сложные головоломки и приятная графика и первое место его land ну и закончим игру и которая вобрала в себя сразу несколько игр как бы это парадоксально не звучало ведь на протяжении всей истории графика как и стилистика в игре будет меняться показывая как эволюционировали игры приключенческого жанра на протяжении долгих лет от пиксельного черно-белого 2d и до графонистого 3d с кучей отсылок классики своеобразным но смешным юмором и таким же нестандартным сюжетом всем привет судя по вашему фидбэку многим понравилось приветствие не вначале а в конце чтобы сразу приступать к играм но то было лишь одно видео дабы делать выводы теперь есть и второе так что пишите как вам такая идея и возможно она приживется я же безгранично благодарен за то что досмотрели до конца надеюсь поставите лайк подпишитесь на канал и нажмете колокольчик это победители в конкурсе которые провожу в каждом видео включая это а условия это как раз таки быть подписанным на канал поставить лайк этому видео и написать любой комментарий можете еще и порекомендовать видео друзьям но это уже по желанию итоги соответственно будут следующем топе так что не прощаюсь а лишь говорю до скорых встреч в новых или старых видео пока